Причина нежелания принимать советы, непонимание природы друг друга. Вот, допустим, чего будет советовать женщина, мужчине? Вот моя жена мне советует быть аккуратным, быть опрятным, не пачкаться во время еды. Вот, не перегружаться, не ходить раздетым на холодный воздух, спать в теплой постели, не открываться. То есть она мне советует не говорить глупости на лекциях, кстати. Она мне советует не говорить плохих слов на лекции никогда. Петь правильно, не нарушая слова и мелодию, и ритма. Я не могу петь правильно, у меня голоса, ни слуха нет, ничего. Как я петь правильно буду? Я просто пою и все, как могу. Одна женщина подошла ко мне, после 5 лет ваши лекции слушаю, я из музыкального училища. У вас чуть получше уже стало, Олег Геннадьевич. Что чуть получше? Это женское мышление, понимаете? Я должен отменить женское мышление? Могу отменить женское мышление или нет? Я не могу отменить женское мышление. У меня мужское. Я пою, потому что я пою, и все. Как могу, так пою. Женское мышление означает все правильно делать. Золушка, знаете, Золушка. Есть Буратино и Золушка. Буратино, он все правильно делает, нет? Нет. Как можно, так и делаем. А золушкой все правильно надо, чтобы делать? Это женская природа. Видите, я просто один пример природы привел. Один вариант всего понимания. А есть тысячи таких вариантов. Просто надо признать, что если человек близкий одно и то же повторяет в действиях и постоянно мучает меня, это значит, действует его природа просто. Но женщины не хотят, чтобы все было чисто, аккуратно. Потому что ими движет страх. Там, где нечистота, там злые духи влияют. У женщины очень сильная чувствительность, поэтому они боятся злых духов. А мужчине побарабанную эти злые духи, потому что у него слабая чувствительность на них. Поэтому он живет как может, неаккуратно. Унитаз не закрывает, думает о своем. Нормально. Это нормально. Есть мужская природа и женская. Что такое непонимание друг друга? Причина нежелания принимать советы. Непонимание друг друга. Чего ты меня замучила своей аккуратностью? Сколько можно уже? Я не могу быть таким аккуратным, как ты. Непонимание природы. Женщина не может не мучить аккуратностью. Ей легче умереть, чем не мучить этим. У нас женщина. То мужчина же мужчина не может вот так ходить аккуратно все время. Поднимите руку женщины, которые хотят, чтобы муж вот такой был у них. Все время аккуратно ходить. Поднимите руку. Есть такие женщины? Есть, да, такие? Нет, она не поднимает руку. Видите, она не хочет. Сейчас поднимет. Видите, она так его замучила, что... И уже руку ей поднимает сам. Она больше не будет. То есть причина непонимания друг друга в чем заключается? А? Не, она не будет обещать. Вы ее сейчас не трогайте. Она после лекции вас просто придушит. Она сейчас не будет ничего говорить. Она будет молчать. Потому что женщина стеснительная по природе. Она все запомнила. И вам это потом скажется. Причина непонимания друг друга. Заключается непринятие природы. Природа женщины делает замечания. Надо принять. Когда принимаешь, легче становится. Вот, допустим, у меня жесткая постель. Как заснуть? Да, надо сказать. Мне нормально. Мне так положено. Жесткая постель. Все. Надо принять жесткую. Расслабиться на жесткой постели. Сразу станет мягко. О, работает на 100%. Но если думать, а, у меня жесткая постель. Всю ночь будешь не спать. Слишком мягкая постель. Надо расслабиться опять. Сказать, нормально. Будем спать на слишком мягком. Мягко с ночь. Потому что, в принципе, мы все будем спать.